Друзья мои, приветствую всех на моем канале Витфлора. Зима подходит к концу и многие из нас в это время как раз занимаются обрезкой плодовых деревьев. Пока, как говорится, есть время и возможность это сделать. И в сегодняшнем своем ролике я хотела бы вас познакомить с замечательными инструментами, которые помогают мне делать эту обрезку очень комфортной. И показать, как я, ну не то что усовершенствовала, а сделала немножко их применение более удобным для использования. Несколько лет я с удовольствием при обрезке использую инструменты фирмы Scrab. Это тот случай, когда вот замечательное соотношение цена-качество. И здесь вот много таких инструментов, о существовании которых я не знала и благодаря вот своим друзьям, которые мне показали, я поняла, как это здорово. Но в первую очередь это вот этот вот сучкорез с длинной ручкой, вернее не ручкой, а ну как бы его называть, что составляющая часть. Здесь она 65 сантиметров, бывает и более метра. Насколько это удобно, когда вы где-то сидите на дереве или вам просто снизу добраться надо до какого-то сучка. Замечательно можно использовать вот этот сучкорез и такие трудные далеко растущие побеги, они легко срезаются. То есть у вас задействована всего лишь одна рука и за счет вот этого вот плеча длинного вам доступны те ветки, которые расположены очень высоко. Особенно здорово использовать вот этот вот инструмент при обрезке роз, когда надо залезть в центр куста и там что-то вырезать или же крыжовника колючего. Ну остальные, в общем-то, инструменты, я думаю, вам хвалить особо не надо. Это пилка замечательно режет, сучкорез, который облегченный, он очень легкий, тут, конечно, будут задействованы две руки, но за счет того, что сделан он из, в основном, ручки из алюминия, режущая, составляющая из высококачественной японской стали, во всяком случае, как пишут. Но режет на самом деле замечательно. Заявлено до трех с половиной сантиметров в диаметре рез хороший вот этим инструментом. Все хорошо в этих инструментах, замечательно, кроме одного. Изготовители совершенно не продумали тот момент, что порой приходится пользоваться сразу несколькими инструментами. А когда ты находишься, скажем так, на самой макушке стремянки или даже залазишь на дерево повыше, деревья-то у нас большие бывают, особенно на семенном подвое, необходимо каким-то образом сделать так, чтобы весь инструмент был под рукой. А как это сделать? Никаких отверстий там не предусмотрено. Если, скажем, вот этот секатор можно просто повесить, да, вот там на какой-то сучок за счет, ну вот, предположим так, за счет ручки отверстия, то в остальных инструментах этого нету. Поэтому я сделала очень простое приспособление за счет двойных стяжек обычных строительных. То есть одна стяжка собирается в кольцо, а вторая стяжка ее, как говорится, намертво крепит уже к самому основанию. То же самое вот и здесь, таким вот образом сделано. И вот за вот это вот колечко легко можно подвесить инструмент где-то на сучок какой-то и взять в руки уже другой инструмент, попользоваться и потом их поменять. Поэтому такие вот простые, как говорится, приемы использования качественного резочного материала, оно позволяет нам обрезку сделать комфортной, удобной, ну и, в общем-то, плодовитой, с хорошими результатами.